С 1 июня Нового года решением правительства Российской Федерации будет введена маркировка ряда молочных продуктов. Среди них молоко и сливки, кефир, йогурт, молочная сыворотка, сливочное масло, сыр и творог. Следуя за федеральные тенденции, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин решил рассмотреть вопрос шире и предложил в регионе усилить меры государственного контроля за производителями, чтобы надпись на упаковке любой продукции в 100% случаев соответствовала содержанию. Его поддержали специалисты областного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Почему, говорят, на упаковках сосисок, колбасы, коровы и хрюшки, такие улыбающиеся, потому что они знают, их там нет. Поэтому мы можем в нашей же истории по защите прав потребителя инициировать независимый контроль, содержание, в соответствии с того, чего написано на упаковке, того, чего там содержится внутри. Можем. Чтобы на полках ульяновских магазинов не было фальсифицированной продукции, а на столах ульяновцев всегда оказывалось 100% масло, качественное мясо и вкусное молоко, в Ульяновской области в ежедневном режиме работают лаборатории испытательного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Испытательный центр аккредитован в двух системах. Это в национальном органе аккредитация и в международной системе аналитика. Что такое аккредитация? Это дает право нам выдавать и проводить исследования и подтверждает, что они являются независимыми и имеют юридическую силу. Главная цель центра – выявление вредных и запрещенных веществ, пищевых продуктов, а также особо опасных заболеваний. Специалисты центра работают на современном российском оборудовании. Уникальный прибор «Мини-Видос» позволяет сократить время исследования пищи на наличие патогенной микрофлоры с 7 дней до 24 часов. Имеют право обратиться в лабораторию не только специальные организации, но и рядовые граждане, если их, к примеру, не устроило качество купленного масла. Этот вид молочной продукции сегодня проверяют на приборе «Хромос», чтобы выявить жиры немолочного происхождения. «Определение проводим всей продукции, то есть все, что относится к молочному продукции, что содержит жир. При выявлении жира из данной продукции мы уже смотрим, присутствует фальсификатор, нет по жирно-кислотному составу, анализируем этот показатель. Также исследуем безопасность молочной продукции, это токсичные элементы, пестициды, антибиотики, консерванты». После экскурсии итоги работы по выявлению и ликвидации контрафактной продукции подвели за круглым столом на комиссии. «А результат у нас, хороший результат, в 6 раз уменьшилось количество оборота некачественных особо и фальсифицированных продуктов питания в целом на продовольственном рынке Ульяновской области». На молочку сегодня обращено пристальное внимание федерального центра, да и количество в регионе сельхозпредприятий, занятых производством и реализацией молока, насчитывается 349. За 2019 год в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга было выявлено 25 случаев фальсификата молочной продукции. При этом на бюджетное учреждение приходится 13 фактов, что на 23% меньше уровня прошлого года. В торговой сети ситуация осталась на уровне прошлого года. «За 9 месяцев текущего года из исследованных 2500 проб не соответствуют микробиологическим показателям 2,6%. То есть это ниже, чем в прошлые годы. По физико-химическим показателям, по молочной продукции 3,8% – это тоже цифры значительно лучше предыдущих лет». Участники комиссии также отметили, что в регионе активно реализуются меры по обеспечению поставок безопасных и качественных местных продуктов питания при государственных закупках для детских, лечебных и оздоровительных учреждений и организаций социальной сферы. Это значит, что наши дети будут расти здоровыми, а родители жить спокойно. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.